Здравствуйте, уважаемые зрители! Вот скажите мне, помните ли вы случай, когда власти прислушивались к нашему народному мнению? Навскидку даже и не припомнишь, правда же? Вот как бы я ни рылся в своей голове, но примеров консенсуса народа и чиновников так и не нашел. Да что там моя голова, таких примеров даже в интернете трудно найти. О чем это я, спросите вы? Так вот сегодня стало известно, что многострадальное ЛРТ в столице все же будет достроено. Об этом заявил Аким Кульгинов. По его словам, в данный момент власти не могут найти иностранного инвестора, но как только деньги найдутся, стройка будет продолжена. Слушайте, когда я услышал об этом, то буквально выпал в осадок, простите за сленг. Вот она, вот реальная ситуация того, когда народ и власти друг друга не понимают. Если бы наши чиновники имели привычку слушать и слышать своих граждан, то они давно бы уже свернули этот многострадальный долгострой под названием ЛРТ. ЛРТ волнует всех горожан, это не мои слова, так сегодня выразился столичный градоначальник. Я думал, после этих слов он наконец объявит о том, что принято непростое решение о сворачивании стройки и демонтаже этих ненавистных нам уродливых столбов. Но я ошибся. Вот в народе есть известная поговорка «Хорошее дело на три буквы не назовут». Этим сравнением я ни в коем случае не хочу никого обидеть, просто наблюдая за судьбой этой непростой стройки напрашиваются определенные мысли. Напомню, этот проект не дает нам покоя уже 10 лет. Им занимается уже пятый Аким столицей. Можно сказать, что ЛРТ словно эстафетная палочка передается от одного градоначальника другому. Остается только гадать, при ком же завершится строительство. И при этом каждый Аким считает своим долгом продолжить этот проект. Вот удивляет меня такой настрой. Лучше бы они с таким завидным постоянством решали бы насущные проблемы гаражам. Позвольте напомнить вам, что ЛРТ – это легкорельсовые скоростные трамваи, которые передвигаются по эстакадам, установленным над землей. Эти неприглядные серые бетонные колонны можно видеть в столице вдоль улиц от аэропорта и до нового жидовокзала. Об ЛРТ впервые заговорили еще в далеком 2011 году. Проект надземного транспорта должен был включать в себя 18 станций, 19 единиц подвижного состава и депо, которое расположится в районе международного аэропорта. К финансированию и строительству были привлечены китайские инвесторы. Ну а заработать проект должен был в 2020 году. Но беда в том, что заработал не сам ЛРТ, а люди, которые курировали этот проект. Попросту говоря, деньги, выделенные на его строительство, были украдены. В принципе, стоит ли этому удивляться? У нас ведь такое на каждом шагу. Помните знаменитую фразу из одного советского фильма «Танцуют все»? Так вот и в нашем случае про нашу страну можно смело воскликнуть. Воруют все! А учитывая, что проект был большой, с большим бюджетом, то и украли много миллиарды. Если быть точнее, 24 миллиарда. При этом деньги, выделенные китайцами на строительство ЛРТ, были размещены в банке «Астана». Этот банк успешно лопнул, деньги пропали, и китайский кредит с процентами пришлось возвращать уже нашему правительству. В общем, веселая получается стройка в самом центре столицы. Замечу, что изначально на ЛРТ планировалось потратить более 2,5 миллиардов долларов. Это всего на 22 километра дороги. Еще раз повторю, на 22 километра хотели потратить больше 2,5 миллиардов долларов. А в соседнем Ташкенте уже построили ЛРТ, причем своими силами. И там на 52 километра дороги потратили всего 420 миллионов долларов. Сегодня в одном из комментариев прочитал весьма точное определение ЛРТ. Памятник коррупции. Согласен с этим на все 100. Вот только беда в том, что таких памятных мест, где украдены народные деньги, тьма тьмущая. Всю страну можно так пометить. В пору составить маршрут и приглашать иностранных туристов. Может, хоть на этом заработаем деньги. Всего вам доброго и, конечно же, смотрите Атамикем Бизнес.